В новом учебном году в Центре дополнительного образования детей «Надежда» поселка Айхал начал работать кружок робототехники для школьников младших классов. Дети учатся работать с конструкторами, собирать роботизированные движущиеся объекты, расширяют свои навыки в простейшем программировании и знакомятся с элементами электроники. Оксана Мезенцева увидела, как оживают эти конструкции. Конструирование роботов – это необычное и увлекательное дело. Дети любят конструировать, у них много фантазии, а создать настоящего робота – это так здорово, говорит руководитель объединения Марина Рожина. Занятия по робототехнике проходят в трех группах. Для этих целей специально к началу учебного года были закуплены наборы конструкторов. Обучение на спецкурсах прошел и педагог объединения. Сегодня занятия в основном посещают мальчики. Конструкторы у нас Lego Vido Education – это образовательные конструкторы, которые с помощью них можно также на компьютере программировать и строить различные модели. Есть инструкции к этим моделям, но еще можно самим также развивать свое логическое мышление и строить различные другие модели. Воспитанники объединения робототехника, конструируя из Lego, знакомятся с механикой. Усваивают такие понятия, как шестеренки, переход скорости, прямая и обратная передача. Когда остальные дети узнают об этом только в первом разделе физики. Прежде всего это у нас мотивация к изучению различных наук, таких как физика, начальные навыки информатика, математика. То есть у нас все идет это все вместе и также окружающий мир. Каждое занятие, по словам педагога Марины Рожиной, проходит оживленно. Мальчишки с большим интересом собирают разные модели, а после увлеченно, дистанционно управляют их движениями и реакциями. Мне строить нравится, потому что тут механизмы прикольные. Мне нравится собирать роботов и на компьютере работать. Мы собирали двигатели, собирали вентиляторы, еще пытались собрать механизмы, как и дело. В планах у педагога и воспитанников объединения не только организовать выставку сконструированных моделей, но и в будущем принимать участие в соревнованиях по робототехнике. Для выезда на такие мероприятия планируется приобрести специальные наборы лего. Сегодня ребята, занимающиеся в кружке, пока относятся к своему занятию робототехникой как к хобби. Но вполне возможно, что для кого-то подобное увлечение может перерасти в будущую профессию. Оксана Мезенцева, Александр Дамантович, телерадиокомпания «Алмазный край».